Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. У меня отношения с бывшим мужем на фоне ревности. В гостях у родственников напился, толкнул меня. Я упала, ударилась головой об кресло, все происходило на глазах у детей. Меня забрали на скорой, на следующий день свою вину отрицает, при этом хочет продолжить отношения, совместно не проживаем, дети категорически против. Можно ли как-то простить его, он хочет продолжать отношения, обстоятельства детей, я думаю, что не смогу. Вы знаете, Аноним, вот как-то не совсем, не совсем понятен. Ваш вопрос, да, в этом смысле. То есть вы говорите о том, что думаете, что не сможете, ну вы пишете о том, что вроде бы не сможете продолжить отношения в тайне, вот. Но при этом сами же говорите о том, что можно ли его простить. То есть мне кажется, что у вас есть здесь какой-то, может быть, внутренний конфликт, вот. Что вы хотите быть с этим мужчиной, да, и в то же время вас, ну, к примеру, как-то вот тяготит, да, то, что, ну там, дети против, то, что он свою вину отрицает и так далее. Я думаю, что можно простить вашего мужа, если вы с одной стороны постараетесь для себя как-то вот, ну, понять. Что, ну, что он вот такой, да, и вот, что, все, что он сделал, да, вот, ну, там, по отношению к вам, то, что он сделал, да, вот. Вот, это, ну, вряд ли, прям-таки уж со зла, вот, он сделал это, ну, просто потому, что вот такой человек, вот, и по-другому он вот, ну, совершенно очевидно, что не может, не может, не умеет, да, и... Может быть, может быть, даже, может быть, даже и не представляет себе, да, вот, как вообще можно по-другому. Вот, поэтому, вот, тут, вот, такой момент, я думаю, что простить его можно, но только, вот, при условии, да, если вы, вот, ну, принимаете, вот, принимаете его, вот, таким, как он есть. Вот, вот, это вопрос ваших ожиданий, и вопрос того, как вас, как вас это задевает, и чем, чем, чем вас это задевает, тоже такой, 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 довольно, довольно серьезный момент. Вот, вот, теперь я имею в виду, что он сделал. С другой стороны, вы говорите, что не сможете, вот, и, что же, я в целом вас прекрасно понимаю, но мне интересно, с чем это связано, что вы не сможете, то есть, это обида, это, вот, это изменение каких-то чувств к нему, это злость, это, вот, что, ну, что, на что вы опираетесь, говоря, что не сможете с ним продолжать отношения. В целом, ситуация вызывает вопросы относительно того, как выяснилось, что у вас отношения к будущему, то есть, если муж бывший, значит, значит, ну, вот, вы же из-за чего-то расстались, да, из-за чего-то разошлись, вот, то есть, иными словами, были какие-то проблемы между вами, и вы думаете, что эти проблемы исчезнут, вы думаете, что они перестанут как-то быть, или что, вот, это очень важный момент. Мое предположение, что вы боитесь остаться одна, вот, мое предположение, что вы не уверены в себе, и, вот, не уверены, что сможете построить еще какие-то отношения с другими мужчинами. Ревность вашего мужа свидетельствует о том, что вы устраиваете со своим супругом бывшим довольно-таки поверхностные отношения, где ревность, то есть, тема, контекст гендерного взаимодействия, да, кто с кем, вопрос принадлежности, вот, эти поверхностные отношения, в основном, практикают в этом русле. В русле материалистического восприятия друг друга, гендерного восприятия друг друга, ну, короче, больше тяготейшего к подростковостям. Это точно нужно корректировать, потому что вам необходимо строить другие, более зрелые, более глубокие отношения, где вот это не на первом месте. Ну, ревность вашего мужа никуда не денется, он, очевидно, так и будет ревноват. Вот, что касается его агрессии, его насилия по отношению к вам, тут каждый для себя определяет сам, на мой взгляд, на мой взгляд, это неприемлемо, но найдутся люди, которые скажут, и наш. Вот, поэтому вам нужно в первую очередь поработать над теми проблемами, которые я указал, сформулировать свой запрос к психологу и начать индивидуальную работу. Всего вам доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok